МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...научно-технических и культурных связей Хабаровска с зарубежными городами. Каковы сегодня эти связи и с какими городами особенно крепкие? Ну, особенно крепкие, конечно, это города-побратимы. Это побратимы в Китае, Харбин-Санья, Ни-Игата в Японии, Пучон в Корее, Портланд, Виктория в Канаде. Ну и сейчас мы пытаемся развивать эти отношения с другими городами. Именно, например, по той цепочке, которая приграничная идет в сотрудничество, города, вот такие уже добрые, это Фуянь, Жоохе, Дзямус, Мудадзян. Можно много перечислять этих городов. И у нас очень тесное отношение по взаимодействию сотрудничества. Особенно стало настоящее, действительно, уже это обмен школьниками. Проводим какие-то мероприятия спортивные. То есть уже новые подходы и новая форма общения с этими городами. Что значит новое? Как было сейчас и как было 10 лет назад? Мы говорим о прогрессе. Вот в чем он заключается? Прогресс заключается в том, что чувство, что вот эти города и муниципалитеты этих городов идут к нам навстречу. Раньше мы их просили. Мы предлагали какие-то формы сотрудничества. Сейчас они предлагают эти формы сотрудничества. С чем это связано, как вы думаете, такое изменение? Я думаю, это высшая политика. Это наша дружба между нашими президентами, президентами Китая и России. В 2018 году исполняется 25 лет по братимским связям Хабаровска и Харбина. И по этому поводу грядут какие-то мероприятия. О них расскажите. В первую очередь мэр города принял решение об установке памятного знака в городе Харбине. Потому что один памятный знак в городе Харбине стоит. Это 25-летие связи по-братимски между Харбином и Средовской областью. Это было в том году. Они выделили для этого целую площадь перед мэрией города Харбина. Ну, площадь она примерно размером, как наша площадь Ленина. И там будут выставляться вот эти вот знаки. Ну, это потому что у города Харбина около 40 побратимов со всего мира. Ну, это мысль правильная, это очень такая мудрая мысль, китайская мысль. Когда мы, в общем-то, предложили Алексею Николаевичу посмотрели это место, предложили, может быть, вынести ее в город, там, где много людей ходят, видят, что связи у них нет. Если они так задумали, значит, мы будем прислушиваться их мнения и будем стоять там. 40 городов-побратимов у Харбина? Да. У Хабаровска 6. 6, да. Планируем ли мы расширять этот список? Пока нет. Пока нет. Для меня и наших телезрителей город-побратимов, что это значит? Город-побратимов – это особое отношение между городами. И особая программа взаимоотношений, которая выставляется и планируется на весь текущий год. То есть, эта программа, она как-то однокомпонентная или по всем фронтам? То есть, научно-техническая, торгово-экономическое, культурное взаимодействие? Ну, она меняется, потому что мы с каждым городом в начале года заключаем соглашение. Или план мероприятия ставим, что нам нужно выполнить на последующий год. В 2018 году, то есть, с каждым из этих шести городов, то есть, было такое соглашение заключено. А чем-то кардинальным будет отличаться с каким-то из городов взаимодействие? Что-то новое внесено? Новое у нас сейчас меняется между городом и Харабином. То, что внесено предложение об открытии русской школы в городе Харабине. В связи с тем, что жители, ну, наши русские, можно сказать, граждане, которые там работают, и сейчас, как бы сказать, город Харабин привлекает много специалистов. Например, сейчас работает там Большой театр, Мариинский театр работает. Приезжают, я знаю, какие-то приприятия металлургических, нефтегазовых. И открывается еще консульство в нашем городе Харабине. Поэтому увеличилось число детей, которые остались без образования. То есть, те люди, которые, ну, они отрабатывают 5-6 лет, и потом нужно возвращаться в Россию, а ребенок, у него нет никаких документов, что он заканчивал школу. Второй момент, что посольская школа в Пекине, она открепила всех детей от экстерна. Что значит? То есть, они как бы экстерном учились, им давалось задание, они приезжали в эту посольскую школу и сдавали экзамены. Им все равно выдавался документ об образовании, что он перешел в 2-й, 3-й, 4-й. Сейчас такого нет. И, в общем-то, на территории Китая осталось около 800 детей. В том числе и уже были такие заявки и Сингапура, и, я знаю, с Новой Зеландии, с Австралии, чтобы они вот эту школу Харабинскую поступили экстерном. Но это какой экстерном? Это будет филиал одной из наших гимназий. Какой? Я думаю, гимназий номер 5. Он будет открыт, и они будут считаться учениками 5-й гимназии. Здание уже, в общем-то, готово под сдачу. Оно сейчас ремонтируется, очень большое здание, оно примерно около 5-6 тысяч квадратных метров. Там, где столовая, детский сад, будет спортивный зал, все кабинеты. Ну, вообще-то, они идут навстречу. Почему-то правительство города Харабина пошло навстречу, и как-то само загорелась эта идея. И как-то навстречу мэров наших, Харабина и Хабаровска, мэром Харабина было высказано, Александр Николаевич, если мы эту школу откроем, то нас история не забудет. А при этом Харабин, то есть это ход со стороны Китая, чтобы доказать свою дружбу? Нет, это было написано письмо от культурного центра города Харабина обращение к мэру нашему. И Александр Николаевич вышел с этим предложением к мэру Харабина, который подхватил эту идею и сразу дал задание. Там была сдана школа эксклюнентальная в городе Харабине. Там такая одна из самых лучших считается. И вот они специально начали делать пристройку к этой школе, именно для нашей русской школы. При этом русские классы также будут еще появляться на территории Китая. Дело в том, что я слышал, что решение правительства Китая сделать русские классы во всех городах, которые граничат с российской территорией. Ольга Яковлевна ТЭН приходила и рассказывала, когда на интервью здесь была, говорила о том, что в Санье будут открываться, откроются тоже русские классы. Где-то 10-15 апреля мы открываем, будем открывать этот класс. Русские с китайцем, потому что дружба навек. Братья навек. Да, да. В конце января открылся очередной центр беспошлиной торговли. На этот раз в городе Хыган. Да, в городе Хыган. Можно сделать какие-то выводы о том, как пошло дело, какие-то вообще общие обороты по этим центрам? Вы знаете, было поручение, я знаю, по-моему, в том году нашего президента, в том, что экспорт должен быть увеличен, экспорт продовольственных товаров должен быть увеличен на, по-моему, 4-6% от углеводорода. И в этот процент должны заходить наши продовольственные товары. Поэтому мы начали вот эту работу проводить. Мы сначала желали содействия открытия этого центра в городе Фуяне. Потом пошли в ЖАОХЭ. Потом начали прорабатывать в городе Харбинин. Там центр беспошлиной торговли очень огромный. Пока он идет на стадии завершения, на стадии завершения таможенной зоны строительства. Потому что сам городок где-то, он размещен на 10 квадратных километрах. Вот он очень будет большой. Это делает корпорация Хуананчен. Потом мы в том году, в июле, открыли в городе Лобэй. Это переход между, около Мурзета. И вот в феврале месяце мы открыли в городе Хаган. Оборот, конечно, очень большой. Когда мы открыли город Хаган, это было в 10 часов. Уже к вечеру мы поинтересовались, какая пошла выручка. Они уже продали на миллион юаней. Ну, это около 10 миллионов наших рублей. Ну, не за сутки, там было часов 6 на продаже. Огромные. И товары, они сразу все, там какая система. Товар, когда переходит границу, он идет на склад таможенный. Ну, и какая-то партия забирается на прилавки. Вообще, говорят, что за 5-6 часов выбираются все товары. Они не могут опять со склада взять, потому что нужно оформлять таможенную декларацию. То есть, наш товар очень сильно ценит. И он очень быстро раскупается. Мне кажется, огромный ажиотаж будет создан еще благодаря такому мероприятию, как Экспо 2018, которое состоится в Харбине. Когда будет это мероприятие? Это мероприятие будет в июне, но там есть одна проблема. Там, ну, как бы, чуть побольше пришло на коммерческую основу. И те места на Экспо, которые выделяются, они платные. Для нас, конечно, и для предпринимателей это очень дорого. Поэтому мы уже 3 года предпринимателей даем возможность участвовать на другой площадке, на площадке Хуананчена, о чем я говорил, вот эта вот таможенная зона. Там, где они бесплатно предоставляют места, бесплатно предпринимателям дают жилье, транспорт весь, ну и другие там питания. И людей просто оттуда автобусами каждый день там по 2-3 тысячи человек с этого Экспо вывозят к нашим предпринимателям, к нашим товарам, чистым товарам. Мы там называем эту выставку чистые товары, российские товары. Это такая система по Экспо идет. Поговорили о Китае, с остальными городами. Вот, в частности, интересны Ниегата, Портланд и Виктория. Такие более, не такие близкие, скажем, наши побратимы. Что с ними? Ну, Портланд и Виктория, ну, это больше инновационное такое. То есть мы как бы даем, мы хотим показать, как здесь живет в России. То, что мы их приглашаем всегда на мероприятия, которые проводит город, это День рождения города. Эти делегации приезжают, они видят, они, может быть, и своим, ну, своей семьей или своим людям передают все-таки, что в России это все хорошо, в России очень добрые люди российские, не злые, как в США нас преподносят, что мы нехорошие люди. Именно вот такое, информационное. Ваше управление, вот вы для себя, как характеризуете вашу работу? Что вы делаете? Ну, оно как раз, и наше управление организует всю эту работу. Это и обмен, и детских... Но зачем? Ведь мы через свою информацию хотим подать Россию другим городам. Ну, это уже, давайте возьмем, вот, Республика Корея, ведь они сколько, там, господин Сунджен уже, сколько операций сделал детям с пороком сердца. Это чисто вот такое уже... Ведь если бы не было этих взаимоотношений между муниципалитетами, между мэрами городов, между делегациями, расширения вот таких, познания друг друга, ничего это бы не было. Зачем вот, например, делегация из Мусаси на Сиппонии постоянно сюда приезжает, высаживает лес? Для чего они делают? Они тоже хотят и пообщаться, и с природой России, и узнать, и через это показать, ну, свою дружбу, соотношение к России, к российским людям. Я думаю так. Ну, если думаете вы так, то это официальная позиция администрации. По десятибальной шкале, насколько бы вы оценили существующие вообще международные связи нашего города? Вы знаете, я не могу оценить, это будет нескомуно. Я бы хотел... Оценку сделал вообще... Есть такая международная организация объединенных городов и местной власти. Туда, конечно, входит 70% мира в эту организацию. Где-то около 180 стран, из которых 110 являются членами ООН. И оценку они сделали в том году, они дали диплом абсолютного лидера международной окиности. Это очень... Знаете как? Если туда в эту организацию ходит 5 миллиардов человек, да? И они дали оценку городу Хабаровск, это что-то стоит. Поэтому... Они оценили, не я. Вот на этой позитивной ноте, думая о том, что Хабаровск лидер международной активности, скажу вам до свидания. Желаю удачи. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok